Андрей Доника, кандидат в мэры на местных выборах в муниципе Кишинёва от профессионального движения «Аспиранца Надежда», обещает взяться за богатых и миллионеров из столицы и обязать всех экономических агентов платить налоги. Доника говорит, что самая большая проблема Кишинёва состоит в том, что жители массово уезжают, в том числе бизнесмены, которые поняли, что существует недобросовестная конкуренция, созданная теми, кто платит десятую долю полиции и прокуратуре и не платит налоги. «Я буду тем, кто возьмётся за всех богатых людей, миллионеров из Кишинёва, которые не платят налоги. Это самая большая проблема в городе. Я говорю о дорогах, обо всём. Если в бюджете нет денег, дороги строятся через кредиты, взятые ОЕБРР и так далее. Но в Кишинёве вертится очень много денег неучтённых, из которых не платятся налоги», заявил Доника. Тем временем кандидат в гемпримары муниципия Кишинёва от общественно-политического движения «Новая сила» Виктора Керонда затронул тему комфорта и безопасности кишинёвцев, которые сильно страдают из-за хаоса, вызванного отсутствием парковок. По словам Керонда, в муниципе водителям негде припарковаться, в то же время пешеходам негде пройти, так как тротуары заняты машинами, припаркованными не по правилам. По его мнению, общественные парковки должны быть приоритетом для столицы. На въездах в город, где пересекаются различные маршруты общественного транспорта, должны быть построены многоэтажные автостоянки, где водители смогут оставить свои автомобили на целый день и воспользоваться общественным транспортом на основании своего парковочного талона. Кроме того, двор каждого многоквартирного дома должен обеспечивать достаточное количество парковочных мест для жильцов, сказал кандидат. Виктор Керонда признаёт, что платные автостоянки являются болезненной темой для молдавских граждан. Но для сбалансированной транспортной системы они необходимы.